Я вас приветствую на моем канале. В этом уроке я вам с вами хочу поговорить о теоретической части. Тут я покажу именно аналитику по мобильным приложениям и какие платформы используются iOS и Android. И так же самое посетим несколько сайтов эмуляторов, при помощи которых вы можете тестировать. И первый сайт заключается в том, что тут идет, именно показывается статистика, именно показывается дашборд именно по релизам, и тут показывается именно аналитика, как она все выходит. Так что это будет полезно почитать и поюзать, чтобы иметь какой-то определенный. То же самое тут есть по версиям, некоторые вещи. Следующее я хочу показать, именно уже идет по iOS, и все ссылки будут как раз в описании. Тут вы можете почитать тоже о теоретической части, о разработке, о документации, вводной, разной. Как раз тоже очень полезная штука, потому что когда что-то тестируется или идут ранние этапы тестирования, это очень необходимо для общего понятия, как устроенное работает устройство. Здесь показывается именно уже Android и iOS, именно такое соприкосновение, именно идет по востребованию, тут идет именно, показывает, можно выбрать именно месяц какой-то. Сейчас подгрузим. И он как раз покажет вам статистику данного устройства, когда вот iPhone был 62.10, а именно Android и iOS 37.10, тоже очень полезная такая вот штука у нас. Так что некоторые очень сильно упираются на подобную аналитику. Тут я хочу показать именно уже долю рынка этих мобильных устройств. Тут как раз выставлено 19 октября, ну именно за октябрь. Показывается Samsung, Apple, дальше идет Huawei. И так же сам мы можем выбрать планшет или мобильный телефон, как раз можем выбрать регион. Давайте выберем Украину. Как раз видим, что в октябре по Украине было Xiaomi, потом был Samsung, потом что-то просел Apple, потом Huawei. А если выбрать именно Европу, обновится аналитика. Тут будет Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi. И дальше уже идут Motorola, Nokia. Они уходят в такой вот рубеж, что тоже очень полезная штука. Тут именно хочу показать вам уже аналитику по Android. Можно, например, выбрать какое-то устройство в Samsung 10. И он показывает, какую часть захватывает. Ну, тут можно выбрать Гренландию. И в Гренландии тут будет именно каждая определенная модель иметь свой процент. Так что тут очень удобно. Мы как раз если прийти именно в поиск, переходим и выберем Redmi Note 8. Он пользуется вот в таком вот коэффициенте вот таких вот тестов. То же самое и в Украине тут 1,8%. Но если что, мы можем Бразилию выбрать. И Бразилия будет тоже показывать со своей статистикой отдельности. Так что сервис сам по себе вот такой вот интересный. Это, наверное, знаете, это браузер стек. Очень такой популярный сервис, при помощи которого вы можете тестировать сайты на разных типах устройства. Это все, конечно, виртуально. Так что там он захватывает iOS и Android. И вот он как раз показывает статистику, как было протестировано. И можно вот скинуть именно раз, ну, именно в месяц по себе версии. И так же самое у меня есть урок, по которому я показывал, как можно тестировать при помощи Бразилия стек. Тоже очень такая вот полезная информация. Вы видите, что если Apple XS 13 захватывала так же самое iPhone и как раз совместит, показывает, какое количество девайсов. Следующее это будет уже гандуайды по Android. Потому что когда что-то разрабатывается или идет разработка, всегда считается официальная документация именно на сайте Android. И мы можем перейти в меню. Тут рассказывается о меню, как оно строится. И тут уже идет построение именно уже при помощи кода. И как оно будет отображаться. И при том, что когда вы будете тестировать какое-то изображение, именно пользуясь и работой именно с Android, именно браузером, браузером именно Google Chrome, как раз можете видеть, вот как это все строится. И можете и тестироваться. Это как раз показывается в Android Studio. В следующем уроке я напишу обзор по Android Studio. Или как еще и называется SDK Android. Так что тоже очень полезная вещь для того, чтобы узнать что-то новое. Следующие это уже идут гандуайды по iOS. Мы можем выбрать тут или часы, или давайте выберем часы. Тут представлены так же сам были планшеты, телевизоры. Да. Mac, iOS, часы, телевизор. Мы выберем часы. И как раз тут идет уже краткое описание. Перейдем в компоненты. И в компонентах показывается, как строится вот такая вот интерфейс часов. Показывается именно размеры. 16 на 16, 91. Это уже идут иконочки некоторые. И как раз видим, как они строятся. И так что это очень полезно будет как для дизайнеров, так что для тестировщиков, чтобы понимали какие разрешения, что имеют и как строится. Тоже очень полезная вещь. И вот как раз то, что я рассказывал именно об Android Studio. Я как раз нахожусь на официальном сайте, на котором вы можете именно уже посмотреть и почитать основную документацию, скачать себе, установить на компьютер. Она каждый раз обновляется. Очень отличная поддержка и хороший инструмент. Так же самое для разработки приложений. Как раз вы видите, что тут все доступно, даже визуально понятно. И так что в следующем уроке я обязательно создам именно обзор по Android Studio. Следующее мы переходим именно в Xcode 12, при помощи которого мы можем писать приложение на iOS. Но дело в том, что если у вас нет мака или какой-то приставки эмулятора для мака, вы не можете писать. Но как раз вы для общего накомнения можете ознакомиться именно уже об этом инструменте тоже на официальном сайте. И следующее это будет небольшой такой сервис, при помощи которого тоже строится приложение на Android. И если мы на нем зарегистрируемся, мы можем получить бесплатную версию, которая будет 60 минут. И как раз в следующем тоже я планирую именно писать этот именно сервис именно тоже с реальной версией, которая будет передоставлена в 60 минут. Я покажу, как можно его скачать, настроить и настроить именно проект к разработке. Так что тоже можете ознакомиться с документацией или даже сами скачать, что-то покликать, попробовать что-то посмотреть, если вам интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях то, что вы думаете о моем канале. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok